Мы будем пробовать сами, пока что не особо тороплюсь стрелять, потому что, как мы поняли и выяснили, что на этом лукане теперь не обязательно зажимать, как раньше сильно, потому что мы быстро разогреваемся и можем повторить разогрев максимально быстро. Прожимаю овердрайв, у меня есть вроде бы иммунитет пробития, поэтому пойди нас, харючек, не должен сливать. И пробуем теперь разогреться максимально быстро и пробуем потихонечку, аккуратненько, можно уже вылетать с этой вражеской базы, можно даже остановить нагрев и потихоньку, не спеша, без дрона, конечно, Крис, Лавкача. Везем и надеюсь, что кто-нибудь нас встретит, потому что я боюсь, что я могу так долго не прожить, могут быстро слить, за мной уже фризик гонится, мы, конечно, его сейчас разогреем довольно неплохо, Гаусса разогреем и надеюсь, что нас подстрахует, потому что Тесла, которая тут находится, я, если честно, ее опасаюсь, благо разобрались. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Мортал Хиро, и сегодня пойдет речь о вулканчике, который в последнее время чего-то прям частенько не встречается в наших битвах, да? И если вам подобные видеоролики интересны с нашими обзорами, тестами, возможно, наблюдениями за всякими обновлениями, изменениями, то не забывайте обязательно поддерживать пальчиком вверх данный видеоролик. Ну и также, друзья, не забывайте участвовать в нашем розыгрыше, привязывайте настройки аккаунта, мой личный тег, а именно Immortal, и участвуйте в мега розыгрыше на целых полтора миллиона кристалликов, ну и также, помимо кристаллов, горы Танкойна. Ваша задача заполнить форму, которая есть в описании, ну и также подробная информация всегда есть в нашем Дискорд сервере, также залетайте, присоединяйтесь, будем рады вас видеть. Ну и желаю, друзья, вам успехов и побед, обязательно, конечно, участвуйте, а я, в свою очередь, сегодня уже начну рассказывать вам же, блин, только что обратил внимание на свои кристаллики, друзья, 17 тысяч, недавно мы на стримчиках вместе с вами все мои кристаллы потратили, недавно было 5 миллионов, а то и 8, практически 10, но после покупки паладина без скидки, прокачки кризиса без скидки, покупки припасов, которые в нашем гаражике уже довольно много, я думаю, что вы, возможно, обратили внимание, что припасов все же стало чуть больше, чем было до этого, у меня теперь, конечно, кристаллов на аккаунте нет. Сегодня пойдет речь, друзья, о вулканчике, который имеет зажигательную ленту, о которой мы давненько с вами в последний раз разговаривали, также мы берем Титанчик, который теперь нужно брать не с иммунитетом, поскольку вы, я надеюсь, что знаете и помните, что теперь вулканчик с зажигательной лента не взаимодействует с иммунитетиком, и теперь на нем играть не получится, поскольку у нас получается пушка, которая поджигает вражеские танки, но если ты при этом сам не горишь, а с иммунитетом ты как раз не горишь, то и вражеские танки тоже не горят, тем самым устройство ваше бесполезно. Но эта механика и обновление уже было давненько, сегодня пойдет речь о том, что теперь этот вулкан может поджигать вражеские танки гораздо быстрее, чем это было раньше. Я, кстати, пробел почему-то не мог зажать, вроде бы отлично, против нас, конечно, хопперы играют, максимально жесткие, и мне пока что некомфортно в этом, по крайней мере, первая секунда, которая начала стрелять, друзья, максимально были прям, ну не то что ничтожные, но такие себе. Ну, без комментариев, друзья, максимально без комментариев, потому что я начал быстро гореть, очень быстро. Вы посмотрите, сколько 2 секунды проходит, я уже начинаю гореть, да, тем самым я могу быстрее поджигать вражеские танки, друзья, тем самым быстрее они горят, но... Ила, конечно, вулканчика нашего не совсем хорошие, тем более с таким моментом, ну не знаю, каким образом можно играть. Мы сейчас, конечно, поджигаем, ребят, меня еще не пытаются потушить немного фризиком своим, и я уже быстро погибаю. И лишь один килл пока что сделал, и, ребята, там уже уйдет максимально быстро. Но пока что складывается впечатление, что вулканчик от того, что начал быстрее гореть и поджигать вражеские танки, тем самым, как бы какую-то эффективность приобретает в себе, но тем самым и теряет максимально быстро, потому что, если мы горим, тем самым быстрее погибаем, правильно, тем меньше мы наносим по противнику урона. Ну, смотрите, давайте поджигаем немного, но при этом я уже пол хп растерял, да, изида за спиной есть, которая поджигает. Мы можем, наверное, защитника взять, потому что с бустером, хотя мы ничего не можем взять, потому что битва заканчивается, нас закинуло в бой, в котором мы уже доиграем. Ладно, сыграем, как минимум, еще один боецкий, возможно, разберемся, я, кстати, сегодня на Титанчике играю, потому что что? У нас есть купол, который позволит нам не так быстро гореть. На маммоте, конечно, мы хп себе можем остановить, но начинаем довольно быстро загораться, ну и хп теряем быстро довольно. Берем дрон-защитник, кстати, дрона местами поменяли, поэтому теперь не так уж и просто найти те дроны, которые ты активно используешь, возможно, с введением новых там фишек всяких, как в Танках Х были, да, там пресеты и так далее. Вы, кстати, если захотите пообщаться, а точнее услышать мое мнение на эту тему всю, возможно, что-нибудь обсудить, то обязательно тоже пишите в комментариях, потому что видеоблог один из последних был довольно интересный. Как по мне, мы, конечно, стримчики уже вместе с вами успели много чего обсудить, но если вам будет интересна данная тема, то я думаю, что можно какой-то даже видеоролик отдельно на нашем канале записать и поговорить об этом. Карта Кунгур. Вспоминай, как раньше на Кунгурчике играл в клане до, в клане до, в как раз, который у меня в конце моего никнема написан, да, приписочка такая, это означает, клантежек мой старый сокращенный, и мы тут даже с ребятами выиграли свою заветную, лично мою, вторую краску кислоту. То есть первая краска у меня была в гараже, это гладиатор, который раньше имел довольно хороший резис, сейчас же гладиатор как бы тоже престижная, на самом деле, краска, и даже резис за него в последнее время выдают, но вот именно кислоту, первую свою красочку такую, уже более-менее престижную, получил как раз на этой карте, за захват этой карты вместе со своим, ну не со своим, а с ребятами, которыми играли с коллективом. Так, ну мы начинаем максимально быстро играть, мы, конечно, имеем шанс сейчас еще переиграть противника, может быть, сможем увести, давайте пока что отпускаем пробел, потому что реально очень сильно горим. Благо шафтик на лечении вроде бы у нас есть, а против играть, получается, опять то ли харьки, то ли хоперы, против которых будет тяжело отыгрывать, конечно, я пока стараюсь. Здесь благо битва с нуля, потому что битву с нуля, конечно, попроще отыгрывать, чем в битве, в которой ты уже проиграешь команду твою уже максимально, может быть, на дизморале, не готовы играть, продолжать, тащить, может быть, даже выходит. Тут с нуля, поэтому нам будет гораздо проще ориентироваться на карте, может быть, быть подготовленным к противнику, который вместе с нами будет играть, либо против нас, и, может быть, что-то даже выйдет, потому что, ну реально, прошлая битва идет, мне кажется, не в счет. Ребята, кстати, тут приветы передают, тоже передают, передаем огромнейший, безумнейший, потому что зрители, это, конечно, приятно, тем более зрители, которые активно на нашем канале присутствуют, наблюдают за всем, вместе с нами также играют, очень приятно, тем более сейчас шанс выиграть с нашими подписчиками гораздо больше становится, правильно, подписчики наши ярые, которые нагибают, уничтожают, я, по крайней мере, надеюсь, поэтому, друзья, я думаю, что этот бой может защитить. По поводу Улканчика, друзья, про то, что я говорил, то, что теперь Улканчик, конечно, гораздо быстрее сам загорается, как бы, с одной стороны, это плюс, да, быстрее поджигаем пражеский танк, и сами быстрее подгоряем, насколько это офигенно, сейчас вместе с вами будем потихонечку разбираться, играть, нагибать, пока что по счету, конечно, уверенно, мы не забываем, что я играю, конечно, полностью прокачанном танке, возможно, есть зрители, которые новые на нашем канале, до конца не знают, но танк полностью прокачанный, то есть защита куплена за кристаллики, шафтик, кстати, лечит, вот это приятно максимально, когда ты играешь на Улканчике, который поджигает, мы, кстати, на этом Улкане, по идее, по факту, можем даже и не зажимать, как на старом Улкане, поскольку мы быстро поджигаем противника, ну и начинаем гореть, правильно? То есть раньше вам приходилось на протяжении 5 секунд, наверное, поджигать противника, стараться уничтожать его тем самым, да, и не отпускать противника, поскольку повторное зажигание вашего танка происходило очень медленно, сейчас же это быстрее происходит тем самым, в некоторых моментах, когда вы понимаете, что вы быстро горите, много теряете ХП, то вы можете просто отпустить, найти эпизод, в котором реально потребуется зажечь Улкан, и начинать опять по новой. Мне, кстати, кажется, что команда против разбежалась, либо же просто поняла, что не вытащить и вышла, либо же просто дала возможность нам поиграть комфортно, спокойно и не стала просто мешать, не знаю, но, как видите, видите, что матчи, о которых мы начинаем сначала, да, гораздо, конечно, попроще отыгрывать, тем более первый флаг, который был увезен, уже много чего может значить для команды, как союзной, так и для вражеской, которой нужно уже отыгрываться. Я пока что соперника особо не вижу, вижу, конечно, ребят, залетает, можно немножечко поджигать Вулканчик, который против, но ХПшки, конечно, уходит максимально много, то есть, играя на таком Вулканчике, было бы приятно иметь товарища, который вместе с вами бы играл, допустим, на Изидке с лечением, допустим, на ШАТе вообще было бы идеально, чтобы издалека вас не искал, где-то просто стрельнул, полечил, тем самым помог бы выжить и дольше жить на этом вооружении. Кстати, по-моему, Вулканчик, точнее, Вулканчик Изида вас же не тушит, правильно? Или тушит? Мне вот интересно, Изида, которая вас лечит, она будет тушить ваш эффект и убирать горение? По-моему, нет. Я хоть на Изидке активно играю, но, честно, в такой мелочи даже не разбираюсь. Конечно, моей стороны может быть глупо, но все же. Два к двум, друзья, 165 очков не так много, потому что, ну, во-первых, мы флаг привезли, это уже как минимум эффективность какая-то и польза в команде. Во-вторых, ребята все же много флагов привезли, помимо моего одного флага привезли 6 штук, и поэтому, наверное, перегнали меня спокойно. Поэтому мы сейчас играем еще один бой, попробуем, посмотрим, насколько же он все же реально эффективный. Пока что, мне кажется, в целом, как бы, в чем-то минус, конечно, в чем-то плюс, и по идее выходит, что, ну, на то оно исходит, что Вулканчик прежний, наверное, все же остается прежний. Да, может быть, на нем не так круто играть, как на Паладине, с той же Изидковым Перизом. Да, это совсем иные вооружения, и уровень игры, и в целом комбинации совсем разных уровней. Но пока что, давайте попробуем в дефе отыграть. Мы, кстати, по счету, благо, не проверим, потому что, как я говорил, что первый флаг очень сильно важен, как и для нашей команды, так и для вражеских, которые против нас по итогу будут до конца боя играть. Поэтому мы пока что в дефе посидим. Я, наверное, Вулкане, я там, ну, не буду ехать в атаку, бесмысленно, во-первых. Во-вторых, ну, как бы у нас, ну, той командой, чтобы ребята распределились, как там, один в атаке, несколько в дефе, может быть, несколько в атаке. То есть, если мы будем, конечно, все ставить в дефе, я пойму, что никто не везет, может быть, я переоденусь, но на этом вооружении, конечно, попроще отыгрывать на базе. Встречать парней, которые заходят, кстати, против, не понял, эмунитет, что ли? Они пишут, что эмунитет, давайте сейчас проверим, Рус, никнейм, Руса, если... Да, эмунитет есть, но, по-моему, когда Вулкан, ну, как бы, наносит ситуацию фекс, эффект должно писать, что эмунитет у противника. Тут почему-то не было, может быть, недоработки, может быть, лишь только при первом попадании максимально быстрый эффект отображается, потом нет. И, кстати, у этого Вулкана, помимо того, что разыгрев стал быстрее, да, мы начинаем быстрее гореть, так еще, так и скорость, скорость стреленности его, да, уменьшилась, вроде бы, на процентов 25, друзья. То есть, наши пульки, которые летят в патроны, стали чуть реже. Возможно, те ребята, которые на Вулканчике активно играют, понимают, что теперь каждый четвертый выстрел мы один теряем патрон в нашем залпе. Поэтому Вулканчик, наверное, в плане урона в минуту потерял немножечко. Одну четвертую из 25%, это, конечно, довольно неприятно. Тем более, я не считаю, что Вулкан это имба, а прям дикая штука, которая может закрывать рандом. Поэтому на таком вооружении, конечно, терять те 25% уже неприятно максимально. Но сейчас проверим, доиграем до конца, по итогу посмотрим по матчу. Но пока по очкам, честно, пока не очень приятно. То есть, ну, 2 кила и 40 очков за 3,5 минуты, да, мы загрузились чуть позднее. Но пока я не чувствую себя комфортно на этом вооружении, да, как на других, которые мы периодически вместе с вами тестировали. Поэтому даже в игре есть те устройства, которые реально не столь эффективны. В целом, как бы я во многих эпизодах говорю, что много устройств хороших. Главное, их правильно ими пользоваться. Но когда устройство, которое, ну, было, в принципе, неплохое, еще и нерфят, то это, конечно, обидно. Бывают такие устройства, которые довольно хорошие, так еще и хапают. И тем самым, я не знаю, от чего отталкиваются разработчики. Но, видимо, просто решают сделать в тот или иной эпизод времени, чтобы одна пушка бы просто доминировала, дать возможность ребятам закупить ее, понагибать, а потом все нерфят максимально, что на ней просто, ну, неприятно играть. Может быть, конечно, не столь серьезно, но мне лично уже, как минимум, неприятника. Так, ввердрайвик есть в центре, кстати, мы можем свой попробовать законтролировать. Хотя, ребята, наверное, подберут. Можем, кстати, попробовать все же зайти в атаку, поскольку я пока атаки от нашей команды вовсе не вижу. И, как бы, рассчитывать на команду, наверное, не стоит. Нет, кстати, флаг наш уходит. Это очень плохо, потому что, если я не поставил, то я боюсь, что больше мы флагов сегодня и не увезем. Поэтому я пробую возвращать, тем самым попробую еще заодно попробовать увезти. Купол, кстати, Титанчика есть у вражеского Титана, поэтому я ставить не стал, поскольку если я бы поставил, меня бы перебили мой купол и только бы растерял свой увердрайвик. Поэтому сейчас как раз поставили. Теперь шансик есть, уже идем в атаку, я уже не могу сидеть в дефе в этом скучном, неинтересном. И раз команды нет, которая возит, а либо же не справляется пока что, может быть, есть те ребята, которые заходят, мы будем пробовать сами. Пока что не особо тороплюсь стрелять, потому что, как мы поняли и выяснили, что на этом вукане теперь не обязательно зажимать, как раньше сильно, потому что мы быстро разогреваемся и можем повторить разогрев максимально быстро. Прожимаю овердрайв. У меня есть вроде бы иммунитет пробития, поэтому пойди нас харючек не должен скивать. Так, и пробуем теперь разогреться максимально быстро и пробуем потихонечку, аккуратненько. Можно уже вылетать с этой вражеской базы, можно даже остановить нагрев и потихоньку, не спеша, без зерона, конечно, Крис, Лавкача, везем. И надеюсь, что кто-нибудь нас встретит, потому что я боюсь, что я могу так долго не прожить. Могут быстро слить. За мной уже фризик гонится, мы, конечно, его сейчас разогреем довольно неплохо. Гаусса разогреем и надеюсь, что нас подстрахует, потому что Тесла, которая тут находится, я, если честно, ее опасаюсь. Благо разобрались. Потихонечку до сих пор везем. Это, конечно, приятно. На Титане вместо хопперов твоих, которые должны возить флаги, везешь флаг. И мне кажется, за это, как минимум, можно пальчик вверх поставить. Мы, конечно, еще не дозли. Есть шанс, что нас кто-то перехватит и вернут, но, наверное, уже шанс мал, поэтому 1-0 в пользу нашу. Это очень приятно в таком матче, на таком вооружении тащить, на котором и не планировали идти в атаку. Но, как бы, ситуация вынудила, поэтому в некоторых моментах, когда вы, друзья, понимаете, что, ну, помимо вас, некому, наверное, заходить в таку. Может быть, мало кто помогает. Но приходится рассчитывать на себя, реально пытаться даже на таких не столь полезных вооружениях, которые в атаке могут себя проявить, возить и стараться побеждать. Давайте хоть ребятам привет передадим, потому что только обратил внимание, там, чатики прям заходили, считать пока не будем. Но мы поговорим о нашем лукане, который на Титане как раз проявляет себя неплохо, потому что мы купол поставили, тем самым дали себе возможность долго жить. Во-вторых, даже во время нагрева мы не теряем быстро здоровье. Это очень приятно, потому что на том же Мамонте, как я ранее говорил, мы можем, да, прожать вердрайв, можем уничтожить танки, но вы также продолжаете быстро гореть, также быстро теряете КП. На лукане с Титанчиком. По-моему, вердрайв стоит 20 секунд, что ли, на Титане. То есть 20 секунд спокойно можем комфортно себя чувствовать, тем более в атаке, там, где ребят нет на хорьках, если даже есть они. У нас есть иммунитет пробития. А, у нас нет иммунитет от пробития, нифига себе. Вот это, конечно, странно тогда, что хорьок человек не поражал против меня в вердрайв. Потому что в той ситуации я подумал, что, наверное, он обратил внимание, что у меня иммунитет пробития и не стал просто юзать. А, видимо, парень не грамот сыграл. Я забыл, что я играю на защите, и это так непривычно, поскольку, зачастую, мы используем именно иммунитет, а сейчас лишь одета защита, которая позволяет мне чуть меньше гореть. Да, мы горим все равно, да, поджигаем, благо, но на защитнике, кстати, попроще. Если сравнивать два дрона, которые мы использовали, это бустер-защитник, конечно, защитника гораздо приятнее играть. Урона, в целом, наверное, должно нам хватать, поскольку мы и поджигаем, это как дополнительный урон. Он также есть основной урон, который может вражеский танк уничтожать. По итогу выходит очень даже все неплохо. 7 минут, друзья, стоять на базе. Можно, конечно, попробовать вырваться опять в атаку, поскольку, ну, я не привык. Максимально не привык стоять на базе. Боюсь, что, конечно, если уеду, могу потерять флаг, который ребята по итогу не задефят. Но сейчас будем отталкиваться. Если нас салют, если нас распадет справа, то, может быть, зайдем. Если же не сливает, то, возможно, останемся. Кстати, неплохо. Догоранием слили противничка. Это Титанчика, либо Диктатора. Фризика добили. Наши ребята хоть минируются, благо минки есть. И, наверное, я уже не могу стоять. Поэтому летим. Летим как можно быстрее. Но если потеряем флаг, друзья, значит, я в этом виноват. Поскольку просто не удержался и полетел. Хотя счет как бы в наше пользу. Мы можем себе позволить реально до конца просто сушить счет. Никуда не рваться, но не могу. Не могу смотреть, как счет не движется. Как мы стоим на месте. И еще и там несколько танков вместе с нами, которые и так справляются вроде бы. Поэтому смысла никакого нет. Тут, конечно, в этой ситуации купол нет смысла прожимать. Потому что мы просто никуда не уедем. А если даже уедем, то хп уже будет все растеряно. Лишнее. А терять нельзя. Нам как минимум нужно подобрать флаг. На целом здоровье. А там уже, конечно, будет попроще. И купол можно будет реализовать. А пока что не поджигаем. Никого сами не горим. Потому что хп все растеряем. И опять хп нам не хватит. И аккуратненько будем стараться заходить. Магнум, конечно, нас уже заметил. На самом деле на этом вооружении, конечно, в вашей ситуации я бы не атаковал ни в коем случае. Это вооружение, которое большую часть прикрывает. Может быть ближе к дефу играет. Но, как бы, вы знаете меня. Я не могу оставить ситуацию в спокое. Поэтому мы будем пробовать вот так вот красиво. Хотя бы сейчас уничтожить вражескую базу. Может быть нашим ребятам тем самым поможем. Сейчас Титанчика сольем. Сейчас Диктатора сольем. Потому что поджигаем. Амунитета ни у кого нет в последнее время, наверное, отгорели. Мы, кстати, сейчас заодно загреем. Сколько резистов, сколько эмунитетов. Просто полкоманды разобрали, друзья. Просто как минимум отвлекли. Давайте Харечку скидываем. Потому что у него шансов больше вести. Тем более пока купол действует. Хотя у Харечка 0 хп. А, кстати, шарик. Ой-ой-ой, шарик просто максимально приятно. Ну, нифига себе. Вот, конечно, приятно играть, когда такая безумная команда. Кстати, флаг потеряли, наверное. И, да, вернут. Хотя ситуация просто максимально была комфортной. Для нас Харечек подобрал, забрал. Максимально киберспортивная скидка была. Шарик АРС нас спас. И, к сожалению, ситуация была не доиграна до конца. Хотя наш кто-то уже ушел. Кто-то вез и красиво вроде везет. Мы просто, друзья, не знаю. Полкоманды разобрали. 19 к 5. Пока что с тем, как мы используем наши вулканы, даже все неплохо. На самом деле. Хотя предполагаю, что это устройство будет не столь эффективным. Будем страдать. Гореть, быстро догорать. Но нет, с такой реализацией, как у нас, это очень, очень круто. И, может быть, противник, да, не самый серьезный. Хотя, друзья, ну, как бы, тут можно даже играть на безумных вооружениях. Если противник будет серьезным, он всегда найдет способ и возможность переиграть вас. Да, на чем бы там ни играли. Поэтому я думаю, что пока все очень даже замечательно. И наш Крусейдер полетел. Мы, конечно, за ним гнаться не будем. Скорости мало. Но попробуем хотя бы маленько прикрыть. Тем более, поджигая танки, они быстро начинают подгорать. Я, кстати, до сих пор не глянул по резистам, что у нас. По резистам против 3 резиста от вулкана. Иммунитета от горения вообще нет. Нифига себе. Только и защита. И лишь две штуки. Но защита, как вы знаете, не столь сильно помогает. Тем более, ребята реально, возможно, катаются на прокачанных танках. Потому что у одного парня защита используется. Ну, кстати, GSK хорошая. Второй 8000. Но тоже, мне кажется, неплохая с тем учетом. Теперь, что дроны очень сильно ваша GS понижает. Поэтому довольно все круто. 485 очков. Шансы есть еще раз зайти в атаку, друзья. У нас, кстати, первый Крусейдер как раз играет на полностью прокачанном вооружении. На страйкере с оглушением. И флажочек заставляет. Поэтому нас перегоняет. Но сейчас попробуем догнать хотя бы чуть-чуть. Хотя попробовать реализовать наши овердрайв атаки. Ну, раз наши ребята в дейвисте паляются. И у нас очень неплохо получается по итогу заходить в атаку с нашим куполом. И купол стоит, который уже заготовленный нашим союзникам. Поэтому пробуем. Заодно второе прожмем вот так вот красиво. Аккуратненько переиграем. Наши Титанчиков вражеские, которые не понимают, возможно, как в нашем проекте играть. На Титана Магнуме стараются что-то реализовать. Опускаем пробел. Аккуратненько. И ждем нетры, которая пока нету, к сожалению. И Дашка, кстати, потихоньку заканчивается. Но мы не забываем, что мы играем на защитнике. Которая довольно позволяет нам долго жить. Только за мной выехали прям куча ребят. Которых нужно уже стоит поджигать. И там, кстати, овердрайв уже упал диктатора. Кстати, слили. Неплохо, красиво наши разобрали. Но команда прям максимально приятная. Разобрали под овердрайв. Овердрайв харючек забрал. Мы возим в флаги. И вообще что-то безумное происходит. Поэтому, друзья, если вам подобное вообще нравится. Ну, в целом, видеоролики. Нравится. Приятно играть, когда у вас в команде реально такие толковые союзники. Которые и дефят. И в атаке помогать. В некоторых ситуациях отжимать овердрайв вовремя. Но это, конечно, просто очень приятно в такой играть. Когда реально есть понимающие РП. Есть понимающие союзники. Которые в некоторых эпизодах отыгрывают настолько круто. Что не всегда такое видишь в куберспорте. Поэтому я очень этому рад. Ребята пишут, я старался. Видимо, либо обыграть нас. А либо еще что-то зрители. Хотя, честно, лучше бы зрители нам помогали выигрывать. Хотя, в некоторых ситуациях мы справляемся сами. Поэтому, может быть, лучше нам мешать. Не знаю. Так-то, конечно, приятно видеть. Когда вы нам только помогаете. Давайте гаусса поджигаем. Кстати, у нас же есть на луканчике небольшой рикошет. Который позволяет нам рикошетить. Но он под таким углом зачастую, что мы зачастую его даже не используем. Хоппера давайте поджигаем. Ну, кстати, быстро, да. Начинаем гореть. Поэтому и быстро можем поджечь. Без двойного урона, к сожалению. Но я думаю, что цифры и так довольно для нас приятные. Для вражеского хоппера не столь приятные, потому что он уже остается без аптеки. Там еще и минки в большом количестве. Кстати, 30 очков, друзья. Давайте пробуем. Давайте пробуем. Первые места забираем. Чего, мы слабые, что ли? Прожимаем ДДшечку. Сейчас накидаем урона. Уже не будем в атаку лезть. Хотя, может быть, полезем. Я же в атаку только люблю ходить. Призика разбираем. Отлично. Даже кто-то погибает вроде бы. Еще, может быть. Либо мне показалось. Какие-то такие определенные звуки были. В плане, как будто крит урон вылетел. Можно, кстати, тут купол, наверное, поставить. Прям тут поставим. Уже не за флагом. Хотя, просто накидывать. Потому что, реально, флаг я уже вряд ли утащу. Времени хоть и много. Приятно. Но, в коем времени КД наступит. И просто будем накидывать. Просто вражеский танкер поджигать. Тем более, мы не так сильно горим под куполом. Зато горим, как бы. А это самое главное там в устройстве. И будем стараться уничтожать, зарабатывать дополнительные очки. А пока что эффект у меня купола пропал у Вердрайва. Будем сейчас по новой разогреваться. И я боюсь, что у нас шансов все меньше и меньше догнать нашего союзника, который находится на пирамисе. 15 очков, друзья. 15 очков. Где их же раздобыть, я не знаю. Конечно, попробуем сейчас поджечь парочку ребяток. Может быть, их по итогу салют. Но шансиков маловато. Хотя, еще поджигаем. Даже двоих поджигаем. Если их добьют, может быть, будет неплохо. Гаусса слили. И 755 очков. 10 секунд, если еще Титана того добьют. А его добили, но я за него очки не получил. Но борьба прям была до последнего. Видимо, нет. Видимо, они слили 5 очков. Решили ситуацию по итогу матча. Итоги матча, благо, за нашу сторону. Мы, кстати, играли без повышенных, друзья, фондов. 4-400 без повышенных фондов на Вулканчике. Я, честно, поражен. Очень удивлен. И, как я ранее говорил, рассчитывал, что это будет совсем другой результат. Думал, что будет довольно все неприятно. Довольно все будет скутненько. Еще на Вулкане, который, ну, как бы до этого не столь сильно тащил. При изменениях, когда уже не поиграешь на иммунитете. С тем, что начинаешь быстро гореть. Мне кажется, только на руку. Поэтому, друзья, вы напишите ваше мнение в комментариях. Как вы считаете, преобразился ли с этим обновлением Вулканчик. Мне зашел. И мне, если честно, приятно стало на нем играть. Я, конечно, Вулканчик не особо люблю в плане игры. И у меня стиль совсем другой атаковать. Поэтому, хотя сегодня Вулкан себе проявил на все 100%. Мы и поатаковали. Первое место забрали. И выиграли несколько битв. А с первой битвы, к сожалению, не повезло. Потому что закинул ближе к концу. Но я думаю, что результаты прям максимально поражающие. Лично меня. Может быть, и вас в том числе. Потому что многие ребята раньше использовали Вулканчик. Который довольно раньше был крут. Сейчас не настолько. Но тоже довольно приятно выглядел. И приятно тащил наши битвы. Друзья, но если вам понравился такой видеоролик. Конечно, обязательно поддерживайте пальчиком вверх. Будет очень максимально приятно. Я стараюсь. Поэтому не забывайте также оставлять комментарии. Если вдруг до сих пор на канал они подписаны. Мне кажется, стоит подписаться. И прожать колокольчик. С вами был Mortal Hero. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok